Воскресенье 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 Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. От Иоанна Святое Благовествование Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить Его, кто Ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что Я не Христос. И спросили Его, что же, Ты или Я? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали Ему, кто же Ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас, что Ты скажешь о Себе Самом. Он сказал, я глаз вопиющего в пустыне, исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев. И они спросили Его, что же Ты крестишь, если Ты не Христос, не Илья, не пророк? Иоанн сказал им в ответ, я крещу в воде, но стоит среди Вас некто, которого Вы не знаете. Он-то идущий за Мною, но который стал впереди Меня. Я не достоин развязать ремень у обуви Его. Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн. Бога никто же видя ни кежа. Единородный сын Сы в лоне Отчи. Той исповеда. И сие есть свидетельство Иоаннова. Игда послаши жидови от Иерусалима, и Иреи, и Левиты, да попросят Его, Ты кто еси? И исповеда, и не отвержуся, и исповеда, яку неесь ас Христос. И вопросиши Его, что бы Илья ли еси ты? И глагола несем, пророк ли еси? И отвеча ни, реши же ему, кто еси? Да ответ дам и пославшим ны, что глаголиши о тебе самом? Рече, ас, глаз вопиющего в пустыне, исправите путь Господень, яку же рече Исаия пророк. И послани беку от фарисей, и попросиши Его и реши ему, Что обокрещаеши, ас, щиты не си Христос, ни Илья, ни пророк? Отвеща им Иоа глаголя, ас, крещаю водою, посреде же вас стоит Его живы невесте, То есть гляды по мне, и же предо мною бысь, ему же несем ас достоин, да отрешу ремень сапогу Его. Сия вифавари быша, вон пол Иордана, и дежебе Иоанн христиан. Плоти и крови и страданий Иисуса Христа, надежды нашей, когда воскреснем по образу Его, Посылает свое приветствие в полноте по образу апостольскому, и желает премного радоваться. Глава первая Мне стали известны достоинства ваши через епископа Поливия. Узнал я, что вы со всем постоянством держите непорочный и согласный образ мыслей, Не во внешнем только поведении, но как природное ваше свойство. Это открыл мне епископ ваш Поливий, который, по воле Бога и Иисуса Христа, был в Смирне и так утешил меня, Узника ради Иисуса Христа, что в лице Его я видел все ваше общество. Поэтому, принявши от Него ваше ради Бога благорасположение ко мне, я нашел, казалось, Судя по тому, как узнал о вас, что вы подражатели Богу. Глава вторая Повинуйтесь епископу, пресвитерам и диаконам. Ибо когда вы повинуетесь епископу, как Иисусу Христу, Тогда, мне кажется, вы живете не по человеческому обычаю, а по образу Иисуса Христа, Который умер за вас, чтобы вы, уверовав в смерть Его, избежали смерти. Посему необходимо, как вы и поступаете, ничего не делать без епископа. Повинуйтесь также и пресвитерству, как апостолам Иисуса Христа, надежды нашей, в котором, дай Бог, жить нам. И диаконам, служителям Таинства Иисуса Христа, все должны всячески угождать, Ибо они не служители явств и пятий, но слуги Церкви Божией, поэтому-то и им должно беречься нареканий, как от огня. Глава третья Почитайте диаконов, епископа и пресвитеров Все почитайте диаконов, как заповедь Иисуса Христа, а епископа, как Иисуса Христа, Сына Бога Отца, Пресвитеров же, как собрание Божие, как сонм апостолов. Без них нет Церкви. Я уверен, что так думаете и вы сами, ибо образец вашей любви я получил и имею при себе в вашем епископе, которого сама наружность весьма поучительна, а кротость исполнены силы. Думаю, что сами неверующие уважают его, ибо и им нравится то, как я нищежу себя. Но ужели, получив возможность писать к вам, я пришел к той мысли, чтобы мне, осужденному, повелевать вам, подобно апостолу? Глава четвертая Я имею нужду в смирении Много разумею я о Боге, но смиряю себя, чтобы не погибнуть от тщеславия. Глава пятая Я не преподам вам возвышенных учений Ужели я не могу написать вам о небесном? Но опасаюсь, чтобы вам, еще младенцам, не нанести вреда. И, простите меня, чтобы вы, не будучи в состоянии вместить, не отяготились, ибо и я, хотя нахожусь в вузах и могу понимать небесное, и степени ангелов, и чины начальств, Но при всем том, я еще несовершенный ученик. Многого еще не достает нам, чтобы быть совершенными в Боге. Глава шестая Удаляйтесь от яда еретиков Итак, прошу вас, не я, но любовь Иисуса Христа. Питайтесь одной христианской пищей, а от чуждого растения, какова ересь, отвращайтесь. К яду своего учения еретики примешивают Иисуса Христа, чем и приобретают к себе доверие, но они подают смертоносную отраву в подслащенном вине. Не знающий охотно принимает ее, и вместе с пагубным удовольствием принимает смерть. Глава седьмая Берегитесь еретиков Поэтому берегитесь таких людей. А это удастся вам, если не будете надмиваться и отделяться от Бога Иисуса Христа и епископа и апостольских заповедей. Кто внутри алтаря, тот чист, а кто вне его, тот нечист, то есть, кто делает что-нибудь без епископа, пресвитера и диакона, тот нечист совестью. Глава восьмая Против козни и дьявола укрепляйтесь кротостью, верой и любовью. Не то, чтобы знал я что-нибудь подобное среди вас, но предостерегаю вас, мои возлюбленные, предвидя козни дьявольские. Посему, стяжавши кротость, утвердите себя взаимно в вере, которая есть плоть Христова, и в любви, которая есть кровь Иисуса Христа. Никто из вас да не имеет ничего против ближнего своего. Не подавайте поводов язычникам, чтобы из-за немногих неразумных не было хулимо все благочестивое общество. Ибо горе тому, через кого всуев ком-нибудь имя мое хулиться. Глава девятая Не слушайте отвергающих Христа, истинно родившегося, умершего и воскресшего. Потому не слушайте, когда кто будет говорить вам не об Иисусе Христе, который происшел из рода Давидова от Марии, истинно родился, ел и пил, истинно был осужден при Понтии и Пилате, истинно был распят и умер, ввиду небесных, земных и преисподних. Который истинно воскрес из мертвых, так как его воскресил Отец Его, который подобным образом воскресит и нас, верующих в Иисуса Христа, ибо без Него мы не имеем истинной жизни. Глава десятая Глава одиннадцатая Бегайте смертоносных насаждений еретиков Итак, убегайте злых насаждений, приносящих смертоносный плод. Кто вкусит от него, тот немедленно умирает. Ибо еретики – не насаждение Отца. Если бы они были таковы, то являлись бы ветвями креста, и плод их был бы нетленен. Им, крестом, в страдании Своем, Иисус Христос призывает к себе нас, как членов Своих. Голова не может родиться отдельно без членов, и Бог обещает нам единение, которое есть Сам Он. Глава двенадцатая Следует покоить епископа в честь Отца и Иисуса Христа и апостолов. Послушайтесь меня с любовью, умоляю вас, чтобы я, написав это, не был свидетелем против вас. И обо мне молитесь, ибо имею нужду при милосердии Божьем и в вашей любви, чтобы мне удостоиться получить принадлежащий мне жребий, к которому стремлюсь, и не оказаться отверженным. Глава тринадцатая Молитесь за Церковь Сирскую Приветствует вас Любовь Смирнен и Ефесин. Поминайте в своих молитвах и Церковь Сирскую, которой я не достоин носить имя, будучи самым последним в ней. Укрепляйтесь во Христе и Иисусе, и будьте покорны епископу, как заповеди Божьей, равные пресвитерству. И все любите друг друга нераздельным сердцем. Очищайте дух мой не только теперь, но и тогда, когда я приду к Богу. Я еще в опасности, но верен Отец в Иисусе Христе, чтобы исполнить мое и ваше прошение. О, если бы вы оказались беспорочными в нем! Христос воскресенье и смертный, Смерть и измечков прав, Истучи во гробе живут дорога. Христос воскресенье и смертный, Смерть и измечков прав, Истучи во гробе живут дорога. Христос воскресенье и смертный, Смерть и измечков прав, Истучи во гробе живут дорога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок